всем привет 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 мои дорогие друзья сегодня на моем канале я хочу вам представить перевыпуск колоды луди лескот я думаю что очень многие уже имеют ее в наличии и те кто давно хотел ее приобрести но к сожалению не мог по причине того что первый выпуск у нас закончился и достаточно давно ее нету в продаже то сейчас всем рукоплещут наконец-то ура 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 есть перевыпуск и огромная благодарность компании авалон потому так как как это выпуск идет у нас авалоновская российская версия прекраснейший любимейшие колоды колода которая завоевала сердца очень многих тарологов колода которая свое время она просто взрывала мозг всем и вся потому что вот это загадочная таинственная вампирская прорисовка колоды она просто будоражила мозг а так как колода вышла в далеком одиннадцатом году и в этом году 12 лет вот прям такая такое число 12 она тоже как бы магическое до 12 месяцев в году вот то есть вот через 12 лет ее перевыпустили в одиннадцатом году она вышла первый раз то вот столько лет она не дает никому покоя и особенно поклонникам именно вампирской тематике у меня есть оригинал лос карабео итальянского качества made in italy вот в таком уже она состоянии коробочка уже конечно не какущая сейчас посмотрите в каком состоянии у меня колода вот 11 года она у меня выпуска колодой я в свое время очень очень активно пользовалась очень активно пользовалась она тоже была моя одна из самых любимейших золотых родных близких в общем да я понимаю что она у меня такая заслуженная пенсионерка родненькая тепленькая неимоверно дорогая и да вот в этом году ей 12 лет и честно говоря у меня были попытки купить первый выпуск этой колоды я ее в свое время искала посмотрела просто цены по которым производят эти продажи коллекционеры есть и в запечатанном виде общем какие угодно есть и был цены конечно были у коллекционеров зашкальные поэтому конечно тут кто очень хотел именно первый выпуск как у меня понятное дело что может быть для коллекции себе как раритет эту колоду может быть он и купит честно говоря я второй экземпляр по таким ценам ну вот не решилась я купить ну и вот скажем оставив вот эти тщетные попытки к тому чтобы купить колоду оригинал первого выпуска от лос карабео именно итальянского производителя и вот тут выходит вот такая красота благодаря авалону конечно оформление немножечко совсем немножечко давайте я вот так вот сразу положу немножечко изменено чуть-чуть значит что здесь конечно здесь будет на коробке у нас уже русский шрифт с одной и со второй стороны нам в отличие от итальянской версии с другой стороны до любимая авалон это желтый торец у коробки который меня в принципе совсем не смущает абсолютно не смущает я видела сравнение уже на ю тубе этих двух колод у кого есть именно оригинал не реплика а именно оригинал говорили что тонкий картон говорили что печать другая ребята я конечно выскажу свое мнение по поводу тонкого картона по поводу печати по поводу еще чего-то по поводу вот этого даже желтого торца слушайте но вы хотели эту колоду она появилась она абсолютно доступная по цене на вал березе на амазоне на озоне простите она доступная по цене но не получилось например у кого-то купить оригинал но всякое бывает я тоже в свое время покупая вот этот оригинал и активно с ней работая я в реальности думала что эта колода никогда не сойдет с продажи она будет постоянно ну как бы в доступе и я ее видела реально в доступе но к сожалению вот как-то я так проморгала естественно я бы конечно хотела чтобы может быть у меня оригинал был бы абсолютно не тронуты вот и вот этой колодой бы я активно продолжала бы пользоваться например а одна колода оригинальная первого выпуска она бы у меня лежала чистенькая прямо запакованная как говорится муха не сидела но не получилось я вот как-то так как я думаю что и многие тарологи проморгала это дело и поэтому вот сейчас я с огромной радостью приобрела вот это российское издание о чем ни грамма ни на секунду не пожалела я вам покажу разница конечно чуть-чуть есть так она и будет на самом деле если здесь у нас лос карабео а здесь авалон лос карабео то естественно этот значок должен присутствовать поэтому ну как же без него никаких вопросов тут нет цветовая гамма с вкраплением лазурного цвета она на карте присутствует мне очень нравится что наконец-то авалон лос карабео начали выпускать вот эти карты по которым можно так трек коды qr коды по которым можно прочитать инструкцию потому что правда вот эти книжечки они вот не нужны абсолютно я их не выбрасываю со старых колод они у меня все сохранены я их тут меня нет не поднимается рука выбрасывать не знаю для чего их коплю ну в общем эта макулатура у меня есть но ничто не стоит на месте все как бы движется поэтому конечно по qr коду открыли в интернете пожалуйста читайте кому надо распечатали вопросов никаких нету кому не понравилось закрыли и забыли трактуйте по своим ощущениям значит что еще колоду сам нарисовал у нас художник патрицио евангелисти он же является автором великолепной шикарной превосходной неповторимой с шикарнейшей рубашкой колоды от которой я просто вот схожу с ума на мне очень 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 нравится это таро ритуалы ордена золотой зари традиция идет золотой зари в луди леска это чистый уэйт трактовка идет и естественно эта колода вообще просто неимоверно мало того что она ним неимоверно красивая неимоверно красивая она конечно еще и скажем наделена столькими магическими символами что ее просто рассматривать 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 но особенно там конечно потрясающая рубашка и ордена золотой зари таро у меня есть в обзоре кому интересно пожалуйста посмотрите для ознакомления нужна ли вам такая колода в коллекции далее ребят я сегодня не хочу говорить наверное о том что например издательство лос карабео было намного качественнее нежели сделали сейчас avalon я одно хочу сказать не может быть с разбежкой в 12 лет абсолютно одинаковый картон абсолютная одинаковая печать абсолютно одинаковое оформление потому что все-таки это переиздание и как мы с вами помнишь помним например то же самое богемская готическая у нее было второе третье четвертое переиздание этой колода она все время оформлялась немножечко по-другому поэтому давайте мы не будем обсуждать что было 12 лет назад 12 лет назад были определенные стандарты были определенные цвета да в конце концов эти же цвета уже они могли уже немножечко транспортироваться конечно не до такой степени что там зеленый перешел в красный нет но тем не менее колода сохранила свою самобытность свою историю мы видим те же самые картинки мы видим те же со ту же самую шикарную золотую любимую рубашку да здесь она была более голубовато здесь более сиреневата но может быть это в этом и есть как бы вот как сказать то изюминка переиздата рамочка сохранилась все сохранилось ничего никуда она не ушло все сохранилось давайте я вам буду как бы свое мнение говорить и все-таки несколько карт я вам покажу а вы уже дальше смотрите насколько они отличаются друг от друга так вот переиздать не может быть абсолютной копией но никак он не может быть абсолютной копии прошло столько лет поменялись даже технически те же самые принтера оборудование то же самое оборудование технология краски нанесения краски поменялось все меняется все течет и вот к этому изменению мы все никак с вами не привыкнем и предъявляем какие-то необоснованные претензии для к тем людям то есть мы просим сначала да 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 лос каравео там алав авалон услышьте нас пожалуйста шикарная колода поклонники требуют переиздание наконец-то мы это получаем и потом начинается вот это вот старая песня о главном цвет не тот рубашка не того цвета глаза не того цвета а вот картон другой плотности или еще что-нибудь я в конце видео покажу вам один фокус точнее он не совсем фокус чтобы вы вообще понимали суть вообще что я хочу до вас донести максимально конечно на камеру я думаю что вы будете видеть и цветовую передачу поверьте мне она практически не отличается ну разве что может быть там несколько карт буквально чуть-чуть в каких-то слегка оттеночках но нету такого перехода ну вот здесь вот немножко будет отличие старом выпуске более сиреневая здесь у нас именно синего идет но поверьте это далеко не во всех картах большинстве своем конечно здесь вот лазурный больше цвет здесь чисто синие большинстве своем где-то процентов 90 абсолютно одинаковая цветопередача абсолютно одинаковая печать ничего не поменялось абсолютно ничего не поменялось avalon дал хороший глянец хорошую качественную коробку я не могу придраться к тому что коробка тонкая или какая-то на глянцевая видите наверно вот она переливается на свету но здесь у меня пленочка еще осталось но вот реально вы видите да что коробка глянцевая она достаточно плотная хорошего качества карты прекрасные вырубки идут сами карты с глянцевой ламинации но они не бликуют не отсвечивают то есть нету такого что свет там попал и все и картинку не видно здесь конечно старые лос карабео как бы ну вот он сохранил полностью свое качество то которое было там 12 лет назад тут ну как бы говорить нечего старом выпуске чуть потоньше карты я вам потом покажу насколько ну а вот фокус который я вам хочу показать при котором вы абсолютно увидите что колода достойная достойного качества причем честно говоря я ее купила за такие копейки на скидке просто можно было бы две а то и три колоды взять и действительно сейчас пока еще издание то есть просто положить впрок но я надеюсь что все-таки лос карабео больше так как бы не не снимет и эта колода у нас войдет в постоянный оборот и печать чуть-чуть вот отличаются тона более синим более сиренево лазурный вот и эта колода все-таки нас будет радовать еще долго 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 конечно я прекрасно понимаю что переиздат это ну как вам сказать переиздат вторая версия там третья версия она вроде как бы для коллекционеров может быть ну мне так кажется ну вторая не такая ценная ничего подобного если это переиздат и если это оригинальная колода опять вернемся к истории например богемская готическая но пересдавалась три или четыре раза и каждый раз издательство которое переиздавал абсолютно одинаковые карты по цветопередаче абсолютно и каждый раз у богемского готического при переиздаче того или иного выпуска серии колоды всегда сохранялась очень высокая стоимость здесь за счет того что идет российское производство и в принципе озон и валдберис это скажем так такие общедоступные маркетплейсы при котором ценовая политика у нас абсолютно не выходит за рамки недоступного недозволенного это не amazon это не перекупы это не какие-то там люди которые делают неимоверно дорогущие копии и это копия стоит ну просто бешеных денег нет это как раз таки официальный выпуск при котором все учат учли ваши пожелания доступности колоды и есть возможность ее купить это оригинал чистейший оригинал просто почему-то кажется всем что если это оригинал и переиздат он должен быть неимоверно дорогой а если он дешевый значит он обязательно будет очень плохого качества очень плохой печати абсолютно не соблюдены краски где они не соблюдены покажите мне пожалуйста вы не узнаете этого прекрасного пажа с кубком глупости я понимаю что может быть имея вот одну такую колоду оригинал на которую вы постоянно работаете которые постоянно мелькают перед вами вы привыкли к определенному цвету того или иного аркана и здесь когда оттенок немножечко поменялся совсем чуть-чуть поменялся вы начинаете говорить что ой нет это уже ерунда вот здесь вот немножечко я вижу оттенок в мечевых здесь более сиреневая в новом выпуске более такой серо-синий вот но поверьте мне вот на самом деле на насколько король здесь тоже немножко разница есть насколько колода было интересно и желанно настолько почему-то сейчас когда она появилась то большинство ее начинают извините хаять и хейтить и о том что там лос карабео не лос карабео а авалон поменял и цветовую палитру и качество и это еще ребят ваше право но не покупаете я уже прошу прощения но на самом деле перед тем как заказать эту колоду я посмотрела отзывы и меня абсолютно не смутило то что кто-то ну как бы написал такой или сделал негативный отзыв о том что колода ерунда вот то есть я отдал деньги и как бы конечно можно было бы за эти деньги качество получше все дали три копейки неизвестно чего просят ну в общем мое вот такое вот возмущение есть немножечко то есть все соответствует цене причем даже более давайте уж будем откровенно колода я это очень люблю на самом деле и когда она уже пришла у меня первое издание ну в такую скажем так совсем негодности я реально понимала то что вот колода еще чуть-чуть еще немножечко и она у меня практически развалится мне ее стало безумно жалко и когда я уже увидела что она у меня в таком состоянии до было поздно к сожалению я уже не могла найти для себя замену вот связи с закрытием границ плюс определенные там политические моменты и нам беларусь перестали доставлять заказы из-за границы в общем все это стало вообще печально и честно говоря ну вот в данном ситуации именно я про свою говорю у меня вот эта колода которая вышла у авалона это такой бальзам на душу это такая вот одушина любимой колоды которую я безумно люблю которая мне близко которая мне дорога а для нее как бы это как вторая жизнь это колоду которую я всегда хотела иметь в дубляже но вот бывает тогда вот вы хотите купить колоду такую дубляж а выходит какая-то такая соблазнюшка новой колоды и ты думаешь ну это же старая наш никуда не денется она же и через месяц будет дайте я вот куплю пока вот эту вот новенькую которая новая вышла ну вот эти вот женские соблазнюшки которые в принципе наверно у всех тарологов я думаю что меня поймут они как-то вот переселили свое время не купила дубляж вот ну а вот сейчас как раз это бальзам на душу это хорошее качество это хорошая ламинация это хороший плотный картон не какая-то не просто бумага на которой там можно чуть ли не на ксероксе печатать прекрасного качества ламинация то есть все-все-все очень достойно вот одна прекрасная вторая отличная вырубка замечательно все сделано эта типография которая имеет уже имя поэтому но как-то так вот вообще ее обнулять не стоит ну а теперь тот фокус про который я вам хотела сказать и так надеюсь что получится значит берем по весу старая колода 197 грамм старая колода лоскарабеевская 197 грамм наша красолечка и наша колода новая 1 грамм разница вот 1 грамм разница значит это что касается по весу так и следующее вы видите да что старая колода и новая она чуть толще так о каком тонком картоне простите вы говорите более тонкий картон как раз таки будет в старом старой версии вот в этой вот в моей уже старушечки пенсионерки здесь картон поплотнее потолще вот и видите насколько очень на прилично намного очень намного вот а это как раз таки идет намного потолще вот такая вот наша красота которая неимоверно красиво выглядит посмотрите как она переливается как она бликует но она не навязчиво бликует какая она красивая родная наконец-то она вернулась ребят цените то что для вас делают издатели цените то что для вас делают доступные цены когда не было оригинала все пищали о том что у перекупов и коллекционеров большая цена и невозможно купить в коллекцию сейчас есть доступная хорошее качество я вам честно полок положа руку на сердце говорю никак не хуже не до такой степени чтобы просто не уважать данное издание поэтому для всех любителей вот таких вот колод вампирских карту колок частности люди леска в частности работа прекраснейшего художника джордана патрицио евангелисты это автор это джордана берти автор простите у 2 ритуалов ордена золотой зари а здесь как раз такие девушка людей леска автор так вот пользуясь здесь случаем тем что вот вышел перевыпуск покупайте наслаждайтесь честно говоря я очень очень довольна что эта колода появилась очень довольна еще раз говорю ребят это мое сугубо личное мнение личное мое мнение личное мое видение потому что эта колода старом выпуске она была у меня уже столько лет и конечно мне очень хотелось обновление я его дождалась я довольна ну вот извините пожалуйста за то что может быть как-то это сильно эмоционально произошло но здесь как бы и мои хорошие эмоции и вот взгляд мой лично со стороны еще раз говорю это лично мой взгляд никому не навязываю но с другой стороны очень хотелось бы донести до вас чтобы вы имели чувство благодарности благодарности за то что для вас в принципе кто-то делает исполняет ваше желание слышит вас и дает вам принципе неплохую цену за ту или иную колоду всех благ обнимаю душой с вами была селена ирис